Добрый вечер всем, кто присоединился к нам в эти минуты, в эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Сегодня миллионы людей во всем мире имеют проблемы со зрением. Причин тому масса, но главное заключается, пожалуй, в том, что люди сами запускают свое здоровье, а потом вместе с врачами долго разбираются с последствиями. На базе больницы имени Симашко работает Центр микрохирургии глаза, и сегодня в кресле гости его руководитель Александр Колесников. В общем, достаточно давно существовал Центр микрохирургии, но до определенного времени он был до определенной степени на бумаге. И вот к концу 2015 года были сформулированы, скажем так, необходимые концепции, и был сформирован новый на базе существующих подразделений офтальмологических областной, Рязанский областной офтальмологический центр, который включает в себя как микрохирургические отделения, так и отделения, которые занимаются терапевтическим заболеванием глазного профиля. Также в этот центр входит поликлиническое подразделение, поэтому это структура, которая, в общем-то, интегрировала в себя разные уровни оказания медицинской помощи, вот именно по заболеваниям глаза, в одном структурном подразделении. Профиль там есть и травматологическая, и неотложная помощь, есть детская офтальмология и есть микрохирургия. Второе офтальмологическое отделение – это чисто микрохирургическое полостное отделение. Сейчас вас хорошо понимают ваши коллеги, которые понимают, о чем вы говорите. Мы все-таки работаем для телезрителей, давайте, может быть, определим самые актуальные заболевания, с которыми сейчас обращаются. Давайте начнем с детей, потому что все с компьютерами, все с гаджетами, на кого не посмотришь, все смотрят в монитор. Я думаю, на зрение это отражается. Расскажу такой случай, как была защита у моей аспирантки, и там выступил профессор, рассказал следующие слова. А там защита была предыдущая как раз по теме молодых людей и проблем, которые вызывают гаджеты. Он сказал следующее, что на днях я отдал внука в детский сад и понял, что без айпада в детский сад не берут. Поэтому это действительно проблема актуальна. Очень рано наши дети начинают общаться и с телефонами, и с компьютерами, с планшетом, с электронными книгами, что, в общем-то, вызывает определенное перенапряжение зрительного анализатора, в частности, глаза, как периферическое. Поэтому на первое место сейчас среди структур заболеваемости у детей вышла близорукость. Что, в общем-то, требует в определенном периоде времени такого динамического наблюдения, возможно, хирургического лечения. В частности, есть операции, которые направлены на остановку прогрессированной близорукости, что, в общем-то, очень важно для детей. Почему? Потому что близорукость, с одной стороны, это просто очки, которые ты одел, ну и, в общем-то, человек видит. Но на самом деле происходит еще ряд изменений в других структур глаз, в частности, с сетчаткой, которые могут приводить к дальнейшему проблемам. Поэтому мы все прекрасно знаем, что если у молодого человека есть близорукость больше 6 диоптрий, его не берут в армию. А если у молодой женщины есть близорукость больше 6 диоптрий, то стандартная такая рекомендация – есть медицинское родоразрешение через кесарево сечение, что, в общем-то, не совсем физиологично. Давайте расскажем о том, что серьезные заболевания возможно грамотно лечить у нас. Ну вот в порядке примера, я могу сказать, что за истекший год, за 2015, мы сделали порядка 800 операций в рамках так называемой высокотехнологичной медицинской помощи. Естественно, у нас не все технологии есть, но ряд заболеваний, которые мы можем лечить здесь, мы лечим точно так же, на том же уровне, как и в Москве, в Питере, за границей или где-то еще. Например, каких заболеваний? Сразу примеры. Ну, например, есть у нас такое социально значимое заболевание, как глукома, когда применяется стандартный подход, то есть терапевтическое лечение, когда терапевтическое лечение неэффективно, принимается решение о хирургическом лечении. И это такое заболевание, от которого нет панацеи, то есть нет единой какой-то технологии, которую мы применили, и сразу все стало на свои места, человек забыл про это заболевание. Поэтому есть операции стандартные, есть операции более сложные, есть операции, которые укладываются в рамки высокотехнологичной медицинской помощи. Мы это делаем, причем эта операция поставлена на поток. Заболевание, которое называется катаракт, которое связано с помутнением хрусталика, это тоже достаточно социально значимое заболевание по одной простой причине, что порядка 80% населения старше 70 лет имеет заболевание под названием катаракт, то есть снижение зрения из-за катаракты. Это то, чем мы занимаемся каждый день. Там есть ряд состояний у детей, которые тоже требуют не совсем стандартных подходов, которые называются высокотехнологичной медицинской помощи, которая осуществляется здесь. Вы тесно сотрудничаете с Рязанским медуниверситетом, я думаю, что молодых специалистов тоже достаточно. Нет, но плюс сотрудничество с Медицинским университетом, он огромный, потому что, ну, во-первых, это кадры, которые, в общем, проходят у нас обучение, кадры, которые, я имею в виду, к нам потом придут. Во-вторых, это консультативная помощь. То есть у нас каждое отделение, на базе которого мы осуществляем медицинскую помощь, к нему прикреплен сотрудник кафедры, который является консультантом, который имеет статус, там есть профессор, есть доценты. Мы занимаемся научной работой. Когда нет Медуниверситета, это гораздо сложнее делать. Вот мы регулярно оформляем патентные изобретения, рационализаторские предложения. То есть это все делать совместно, либо на базе университета, либо совместно с университетом. Университет, ну и, собственно говоря, наша клиническая больница, она имеет сертификат на проведение клинических, доклинических испытаний. Соответственно, мы проводим, опробируем новый мед. В частности, вот по прошлому году прошла первая фаза клинических испытаний, там нового отечественного препарата, что, в общем, дает основу для второй фазы, то есть уже для применения при заболеваниях. То есть это то, что дает нам, в общем, такую динамическую жизнь, когда есть много людей, много специалистов, и коллегиально принимаются какие-то решения. Это более конструктивное решение, это более правильное решение, потому что абсолютно идеального мнения нет ни одного человека. Поэтому у нас регулярные консилиумы проходят с участниками сотрудников кафедры. Ну и потом, вот я говорю, сам факт того, что на наших базах проходят обучение студенты, интерны, ординаторы, это то, что позволяет человеку, уже будучи обучающимся, прийти, посмотреть, что там как происходит, и потом уже делать такой сознательный определенный выбор, куда ему пойти и чем дальше заниматься. Сейчас, например, в течение зимних каникул в институте проходит такая санитарская практика, то есть у меня сейчас в отделении, допустим, там 20 человек занимаются практикой, это студенты первого курса медицинского университета. Но мы тоже стараемся, чтобы эти 10 минут с гостем были полезными, поскольку вы доктор, от вас главный совет тем, кто желает вовремя заботиться о своем зрении. Ну, естественно, для чего вообще формируются вот эти какие-то единые структурные подразделения, для того, чтобы оптимизировать оказание медицинской помощи. То есть, современное обращение, то есть пациент пришел к врачу, то есть от работы на данное время, технологии, направления в нашу поликлинику и так далее. То есть, вот тот центр, который у нас сейчас есть, что это такое? Это областная консультационная поликлиника, в частности, офтальмологическая служба, это терапевтический стационар, как дневной, так и круглосуточная, это хирургическая помощь, как экстренная, так и плановая, и, в общем, детская помощь. То есть, что это позволяет? Это позволяет прийти человеку в поликлинику по месту жительства, получить направление к нам в областную консультационную поликлинику. Он приходит в областную консультационную поликлинику, получает уже заключение, нужно, не нужно какое-то лечение, и тут же на базе этого же центра получает это лечение. То есть, это, как сказать, такая вот маршрутизация больного или там дорожная карта для больного, которая поступает там с офтальмологической. Причем очень своевременно, что самое главное. Естественно. Вот, поэтому тут рекомендация для наших потенциальных пациентов, а может быть и для здоровых людей, в свое время нужно обращаться к офтальмологу. Не надо. То есть, очень сейчас много рекламной продукции, которая, в общем-то, не требует сертификации. Непонятно, кто разрабатывает там какие-то чудо-капли, чудо-приборы, которые далеко не всегда... Прибор в случае не должен означать специальность. Ну, естественно, конечно. Для этого мы и учимся. Я, например, учился там 11 лет от клинической координатуры, аспирантуры, потом я только получил сертификат, потом я только пошел работать с пациентами. Поэтому нужно верить, доверять врачам. Почему у нас не вся помощь оказывается на базе, там, допустим, поликлинического подразделения по месту жительства? Потому что, действительно, там есть разные возможности. Разные возможности у центра областного, разные возможности у поликлиники. То есть, в поликлинике есть первичный прием, они принимают решение, что нужна более там углубленная исследование, они отправляют уже к нам в областную поликлинику. Если мы действительно видим, что пациенту нужен стационарный или какое-то там хирургическое лечение, мы, соответственно, принимаем это решение. Поэтому тут вот как раз, я говорю, вот эта вот интеграция и настраивание взаимодействия между различными уровнями оказания медицинской помощи, оно позволяет пациенту получить вот ту помощь, которая нужна. Просто есть там определенная, конечно, последовательность, там, направление, там, есть определенная очередность, но мы от этого никуда не уйдем, потому что есть определенные возможности. Просто у количества, есть количество врачей, есть количество пациентов, которые должны быть сопоставлены между собой. Спасибо за эти полезные 10 минут. Нашим телезрителям мы пожелаем прежде всего здоровья. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.тв. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok